В Берлине открыли памятник великому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. Проект приурочен к 30-летию независимости нашей страны. В торжественной церемонии приняли участие казахстанские и немецкие политики, бизнесмены и члены диаспоры. На открытии побывала и моя коллега Шолпанна Иманбаева. В столице Германии уже есть улица, названная в честь Абая Кунанбаева. Она носит его имя больше 20 лет. И вот сегодня на родине Гёте великому поэту казахского народа установили памятник. Под громкие аплодисменты открыли памятник Абаю в Берлине. Мемориальный комплекс с бюстом писателя, а также мраморные плиты, где выгравированы биография, слова назидания казахского мыслителя, а также перевод одного из произведений Гёте установили прямо на территории посольства Казахстана в Германии. На торжественную церемонию собрались немецкие политики, бизнесмены и члены диаспоры. На открытие приехала и министр культуры и спорта Казахстана Ахто Тараймкулова. Она отметила, что Казахстан и Германию на протяжении почти 30 лет связывают крепкие отношения, а новый памятник станет символом дружбы двух народов. Для нас это еще одно подтверждение добрососедских отношений, взаимопонимания. И действительно, Абай стал таким золотым мостом, который объединяет наши народы. И мне хотелось бы особо поблагодарить весь немецкий народ, поблагодарить немецкое правительство за то, что предложение нашего правительства о установлении этого бюста в сердце Берлина было встречено и поддержано. И для наших народов сегодня действительно праздник. Я очень рада, что в Берлине появился памятник Абаю. Это дань уважения казахскому писателю. Я считаю этот проект важным кирпичиком в наших тесных культурных отношениях. Я хочу от всего сердца поздравить народ Казахстана с 30-летием независимости и подчеркнуть еще одну важную дату. В следующем году наши страны отметят 30 лет установления дипломатических отношений. Автор памятника Абаю – известный казахстанский художник Булат Микибаев, который много лет живет и творит в Германии. За свою карьеру он написал сотни картин, но своим главным творением считает именно эту работу, так как увековечить память Абаю в Берлине – его давняя мечта. Если вы знаете из истории, есть одна фотография настоящего Абая с его сыновьями. Мне отправили с музея Абая, с Семипалатинска специально. Мы вообще очень много слепили на Абаев, очень много нарисовано Абаев, и у каждого художника он свой. Я счастлив от того, что сейчас Абай стоит здесь. Это моя мечта долгие-долгие годы. И работать над Абаем – это было действительно очень-очень приятно. В этот же день в столице Германии прозвучали мелодии Великой степи. Наши артисты продемонстрировали виртуозную игру на дамбре. В концертную программу, которую привезли музыканты ансамбля «Шаббат», вошли как киеви, так и народные песни. Прозвучали и легендарные произведения Абая. А в конце вечера гостей ждал еще один подарок – книги. Желающие охотно брали с собой сборники произведений Абая на немецком языке, чтобы открыть для себя его богатое наследие. Шелпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар, 24, Германия.